Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Как всегда, в это время нам самое время поговорить о том, что в это время... Извините, это я специально. Итак, мы говорим в это время о том, что происходит на финансовых площадках. Тема сегодняшнего остатка – инфляционные риски в России и текущая монетарная политика. Но, естественно, мы не будем точечно сегодня смотреть, как всегда. Мы смотрим гораздо шире на всю монетарную политику и всех, я бы сказал, монетарную политику. Учитывая, что и вчерашние события, да, уже на американской сессии, ну и преддверие важных событий на этой неделе, заставляет об этом все время помнить. Итак, в гостях сегодня Сергей Алин, аналитик инфляционной группы «Нордкапитал». Добрый день, Сергей. Здравствуйте. И Максим Асадчий, начальник аналитического управления банка БКФ. Добрый день, Максим. Добрый день. Уважаемые слушатели, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Как всегда, у вас есть возможность присоединиться к нашей беседе и задать свой вопрос, либо позвонив в студию, либо написав по вышеназванному адресу финам.фм. Ну и начиная эфир, я, как всегда, нарисую картину маслом, посмотрим, что происходит на этот момент, 1505 в Москве на основных финансовых рынках. Начнем с закрытия, вчерашнего закрытия американцев, которые сделали это с оптимизмом, с оптимизмом, да, уже ходили вчера некие настроения, что вот она, может, после пятничного, после пятничной черной свечки началась, долгожданная коррекция. Нет, она нет. СП, СНП 500 прибавил полпроцента, почти процент вырос доу Джонс, в общем, все пока. Хотя фьюч сейчас на СНП 500 падает, ну, так символически, 3,03 в минусе. Так что пока все в порядке, видимо. Далее смотрим на сегодняшний день. Азиатская сессия разноправленно. 2% прибавляет Nikkei, на процент падает Shanghai Composite. High-статистика продолжает выходить из Китая. Значит, смотрим, что происходит сейчас. Европа торгуется в легком плюсе, полпроцента FTSE 100 прибавляет. И наши ребята тоже позитивны сегодня. Половина процента RTS, 1325 удержался выше 1300. И, соответственно, ММВБ выше 320 тоже удержался. Сейчас 1341,3% по сравнению с финансовым закрытием. Итак, смотрим на сырье и на Forex. И вновь повторю эту фразу. Удержалась нефть марки Brent выше 100. Ура, ура. 101,5 сейчас стоит бочечка этого сорта. 1398 долларов за унцию торгуется золото. Практически на среднесрочных хаях. И евро-доллар с оптимизмом тоже смотрит вверх. И тестирует 1,31. Текущая котировка 1,3085. Далее. Набор голубых фишек сегодня в основном в положительной территории. И, в частности, Аэрофлот 2%, 2,5 ВТБ. Так, Сбер, где у меня? Полпроцента Сбер. Росгидр 2,2. Лидер сегодняшнего роста. Ну, к сожалению, уже начинается корректировать. 2,5 было в моменте 4, насколько я помню. Рост великом сегодня прибавлял. Очень оптимистично. Хуже рынка выглядит. АвтоВАЗ теряет десятую процента. Газпром половина процента. И НЛМК 2,2 процента. Ну что ж, вот такова картина масла. Итак, давайте начнем с обсуждения всего, всего, что происходит на финансовых рынках. И первый вопрос, касаемый вчерашней статистики, АСМ в производственной эфире вышел неожиданно. Максим, хуже ожиданий, да? Что-то там прям совсем нехорошо. И подлило масло в огонь. Сегодня даже я где-то читал один из уважаемых членов комитета по ставкам, да? Не помню фамилию сейчас, кто это был. Говорит, что... Из Атланты. Из Атланты, да, совершенно верно. Говорит, ребята, рано еще сворачивать куэтрит. Смотрите, что творится. Верить-то можно ему, Максим? Ну... Или, может быть, все-таки вчерашняя статистика это еще? Ну, 19 июня, конечно, все покажет. В очередной раз, да? Денис. Мы назначаем время Че, Назначаем время Че, ждем 19 июня, Потом ничего не происходит, И мы новое время Че. И так и живем. Да, да. И так и живем. Вот. В общем-то, то, что произошло 22 мая, Это была такая некая поворотная точка, Когда Бен Бернанке заявил о том, Что возможен пересмотр, Возможно сворачивание, Кьюи-3, да, Вот этого массированной скупки бумаг, Я не помню, там 45, что ли, Миллиардов долларов в месяц. А, 85, да, 85 долларов в месяц. И это, собственно, и привело вот к этой свистопляске, Которая аукнулась и в сущности, и нам, Прилетела очень сильно. Ну, мы видели, что рубль очень, как бы, скакнул, Особенно в корзине это видно. Сейчас корзина находится, Стоимость корзины сейчас находится На максимуме где-то с июля прошлого года. Вот. Доллар с того момента где-то на 2,5% Скакнул вверх относительно рубля. Ну, то есть все, как бы, стало сразу резко плохо И для России. Ну, и там еще какой момент негативный Пошли хорошие продажи Российских облигаций В том числе и евробандов Доходность сейчас уже находится где-то на уровне Ну, вот, коллеги виднее, там, по-моему, 7,5-7,6 по дальнему Да, да, сейчас мы Сергея как раз будем пытать Он специалист по рынку облигаций Ну, то есть, вот, пока картинка стала резко негативной И, казалось бы, все от одного единственного слова Вена Бернанке, да Ну, тем не менее, да, как показывает Нынешнее развитие событий, не все так просто Я правильно понимаю? Сережа, давай, что касается бандов Ну, на самом деле, еще хотелось бы тебя попытать И по поводу американского, да, бумаг американского Долгового рынка Потому что там тоже доходности Насколько я читал последние несколько Резюме, там, на чуть ли не исторических максимум Ну, или на годовых, как минимум, максимум Расскажи, пожалуйста Мы видим, что растет рынок акций И, тем не менее, растут те самые, да, проценты по облигациям Ну, начнем сначала с рынка нашего Все-таки здесь во всем Бен и Бернанке винить я бы не стал Поскольку как раз вот была спекулятивная идея новая у сектора Это смягчение денежно-кредитной политики В скором будущем Она сейчас Нашей, нашей, да? Нашей, да, российской То есть сейчас эта идея сошла на нет В большей степени, во всяком случае, в июне, например Я такого исхода не ожидаю То есть в июне, на твой взгляд, не будет снижаться 10 июня Не будет снижаться? Не будет, да Вряд ли, вряд ли Но об этом, наверное, попозже Не, попозже поговорим Просто я вспоминаю, что мы с вами в этой Ну, не с вами, а с вашими коллегами в этой студии Сетовали по поводу того, что в апреле не снизили И в мае все ждали не снизили Сейчас уже и в июне не снизят, да? То есть эта спекулятивная идея Она была интересна как нашим игрокам, так и нерезидентам Вроде бы нерезидентам Они не завязаны на нашу кубышку ликвидности Но для них именно интересен потенциал То есть снижение доходности для них несет, соответственно, прибыль То есть в этом плане для них тоже было это интересно Вот за последнее время существенный сектор уже проиграл То есть доходности выросли за месяц пунктов на 70 базисных То есть это такая серьезная коррекция Неделя к неделе мы видим такую просадку в секторе Вот, например, завтра не будет аукциона уже по ФАЗ То есть даже не стал Минфин его проводить Ну да, то есть за ненадобностью, да? Это уже отменяется за ненадобностью Ну Минфину как раз это очень нужно Он может... Нет, я имею в виду отсутствие спроса, да? Вынуждает... Ну да, просто чтобы лишний раз не показывать такой вот Неинтерес к своей персоне, так скажем Лучше не проводить Ну а что касается зарубежных долговых рынков То здесь, в принципе, мы видим, что страны PX То есть, допустим, такие как Италия, Испания Пока достаточно все стабильно Вот на самом деле американские, именно триджеря Как раз всех удивили То есть, в принципе, даже, наверное, толком и полностью не объяснишь Почему так, да? Почему так произошло, да На рынке, в принципе, много сейчас творится необъяснимых вещей Вот именно, то есть, в магии государственные сейчас США Они пользуются спросом То есть, именно растет доходность Действительно существенное движение Не, ну, я, собственно, не понимаю вот тут удивление Как раз вот эта идея от 22 мая Она вот довольно долгоиграющая О сворачивании QE3 И раз прекращается скупка То что происходит с ценой И что происходит с доходом Доходность растет, цена падает Все экономическое Так и я не понял тогда В чем состояла Собственно, критика более ранней идеи Нет, ну, я такой, во-первых, не критика Но потом мы говорили-то именно, да Сережа в адрес российской монетарной политики Собственно, да, эту фразу Озвучил Ну, понятно, более-менее понятно Смотрите, значит Опять я возвращаюсь ко вчерашней статистике И к ожиданиям того, что на этой неделе Ну, как минимум неделе Заседание поставки Европейского центрального банка И рынок жилья Соединенных Штатов Америки Вот на ваш взгляд, да, здесь интрига какая-то есть еще Ну, давай продолжим, Сереж С точки зрения ЕЦБ Снижение ставки, да, там будет, не будет И вообще нужно оно тоже Учитывая текущую ситуацию Ну, я на самом деле больше во всех подробностях могу рассказать про российские решения Но ЕЦБ, в принципе, задел для понижения ставки есть То есть здесь, в принципе, может пойти регулятор на снижение Ну, вот именно в четверг заседание будет Послезавтра это может случиться Ну, не исключено, да Ну, то есть не 100% вероятность Ну, понятно Ну, то есть понятно, что мы, как всегда, не гадаем с вами, да Но опять пытаемся оценить эту самую вероятность Ну, а если возвращаться к пятничным пейролсам Вот здесь сюрприз какой-то может быть, Максим То есть опять мы смотрим, да Статистика хорошая, статистика плохая Будут продолжать КУИ-3, будут сворачивать КУИ-3 Ну, пока неопределенность очень высокая Действительно, восстановление американской экономики вроде бы происходит Вроде бы 2% ожидается Максим, извини, пожалуйста, сейчас новости Мы слушаем новости на Финам.ФМ Потом продолжим нашу Итак, мы продолжаем наш эфир Сухой остаток на Финам.ФМ Меня зовут Олег Дмитриев Сегодня в студии Сергей Аллен Аналитикационной группы Нордкапитал И Максим Асачий Начальник аналитического управления Банка БКФ Мы обсуждаем, ну, как всегда Текущие ситуации на финансовых рынках Ожидания, прогнозы И более детально Давайте сейчас поговорим о российской экономике О ожиданиях в этой сфере Тема, тем более, заявлены инфляционные риски в России Текущая монетарная политика Кстати, по поводу инфляционных рисков Они все еще сохраняются Поэтому, да, мы не ожидаем снижения процентной ставки Максим, как ты считаешь? Отчасти, поэтому все-таки ускорилась По сравнению с апрелем инфляция Ну, помните, апрель 7,2 Майская, вот, 27-го числа Уже 7,3 в годовом исчислении Вот Причем там, значит, основная составляющая Это плодо-овощная продукция Из-за... Вот, я не понимаю Но вот говорят из-за холодной весны Какая холодная весна? Где холодная? Вот, но тем не менее, из-за холодной весны Стоит вспомнить, что ее не было вовсе Эту весну, помните, мы долго считали Когда зима, там, 55-е февраля И потом сразу лето началось Да Это имеется в виду Ну, в общем, а у нас, как вы знаете Продовольствие дает очень большой вклад В наш CPI Вот, 37% Ну, для сравнения, в Германии, насколько я помню 14%, по Восточной Европе в среднем 20% А у нас, вот, все из-за того, что население Это очень сильно расслоение большое И основная масса населения очень бедная И поэтому для многих Их продовольственная корзинка, она, как бы, основная Вот Ну, то есть, вот, как бы, рост инфляции Не создает Ну, соответственно, вот, рост инфляционных рисков Не создает хорошего задела Для того, чтобы 10 июня На очередном заседании Совета директоров ЦБ было, так сказать, решение по ставке рефинансирования Которое так долго ожидали Уж что ее порежут Ну, вот, с большой вероятностью, все-таки не примут Будут ждать, видимо, когда уже придет новый руководитель Центрального банка Эльвира Набиулина Вот, может быть, тогда что-то изменится Она изменится, формально что-то изменится Инфляция, наверняка, же с приходом Набиулина не замедлится Ну, да, тут, понимаете, основной это момент Даже не в инфляции ведь А основной момент, почему, как бы, были такие мощные ожидания В том, что порежут ставку рефинансирования ЦБ А основной момент был связан с мощнейшей Я бы сказал, даже разнузданной Такой вот Компанией за смягчение Монетарной политики Центрального банка Напомню, что начал эту кампанию Дерипаска В свое время еще в Давосе, где-то в январе Когда обвинил Центральный банк во всех смертных грехах И в том, что из-за него, из-за Центрального банка Экономика, да, чуть ли не скоро в рецессию впадет Вот, из-за жесткой, из-за чрезмерно жесткой политики Потом присоединился, чуть было к моему ужасу Не ставший руководителем ЦБ Не к ночи быть помянутый, Глазьев У того идея была еще круче У того идея вообще ключевая, что Значит, государство должно быть основным инвестором То есть, хранить Не в загашнике, там, не где-то за бугром денежки Которые, ну, вот, резервный флот, наша подушка Вот А храните эти денежки в бумагах наших компаний То есть, инвестировать в наши компании Ну, скажем, такая идея Ну, скажем так, особенно на фоне, вот вспомните Восьмой, девятый год Если бы не вот эта шестисотмиллиардная подушка безопасности Которая, мы двести миллиардов потратили на спасение экономики А если вот у нас бы Глазьев, не дай бог, был главой ЦБ У нас бы был девяносто восьмой год В полном, как бы, да, все прелести бы вспомнили Вот Извини, Максим, Сереж, вот мы говорили сейчас Да, Максим приводил примеры В пользу смягчения денежек кредитной политики, да И, ладно, Глазьева не будем поминать в очередной раз Максиму не очень нравится Дерипаска выступал, ну, и, в принципе, да Много других фамилий, наверное, можно назвать Действительно, экономика замедляется Первый квартал, помните, 1,6% Есть ожидание рецессии по итогам второго квартала Есть ведь такие ожидания Этого недостаточно, чтобы поменять курс? Есть хороший пример В Бразилии Давай В первом квартале экономика выросла на 0,6% А ставку повысили на 0,5%, соответственно Вот буквально, по-моему, на прошлой неделе Так То есть они А логика, если можно? В 2011 году пять раз подряд ставку повышали Доповышались Инфляция подскочила, соответственно Не понял Нет, да, извините Наоборот, не инфляция подскочила Точнее, они свою ставку понижали, наоборот Не понижали Конечно, конечно О, это логично Да, да, да Инфляция подскочила, соответственно И потребительский спрос Уже у населения не настолько велик Свои деньги они, соответственно, не хотят Тратить Тратить, да Это не ведет в экономику И сейчас вот они, соответственно, перевернули модель развития И уже начинают То есть ты хочешь сказать, что вот есть пример Бразилии, да Который, так сказать, примерно то же самое вытворял, неоправданно И в результате у них ничего не получилось Лучше этому примеру не следовать Лучше не следовать, потому что еще Также я считаю, что Эльвира Набиулина Она с собой может ветер перемен перенести Но это будет не ураган Потому что Какие еще риски Ветер перемен, насколько я помню Мэри Поппинс приносил Да Хорошая метафора, да? Набиулину с Мэри Поппинс сравнил сейчас, Сережа Продолжай, пожалуйста Ну я так не говорил, конечно Хорошо, хорошо Это я так переначал Почему будет тоже не просто Эльвира Набиулина И поскольку, как мы знаем, на второе полугодие А именно 1 июля Это повышение тарифов То есть газ, энергия и все остальное Помимо плода овощной продукции Вам, пожалуйста, во втором С 1 июля, да Первое июля, да Повышение тарифов По повышению тарифов я бы не стал Так уж Драматизировать По одной простой причине В отличие от продовольствия Место тарифов В нашем СПА Оно не столь большое Там процентов 6-7 всего Зато их увеличивают на 10-15 Вот именно Ощутимо все равно становится, видимо Плюс еще вот второй момент Это фактор урожая, опять-таки Почему у нас сейчас именно Продовольственный компонент Потому что, во-первых Даже не во-первых А фактически все целое Сказывается их вырожайное Именно вот прошлого года То есть если в 2011 году было 94 Миллиона тонн зерна В 2012 уже 74 Сейчас хотят вот 90-95 собрать Ну вот так же риски есть Хотят, хорошее слово Хотят, что значит хотят? То есть есть некие, да Некие предварительные данные Соответствующие этим цифрам Ну пока рановато, наверное Ну это министр экономического развития Озвучил, то есть хочет он 95 Соответственно прогноз 90-95 Получится ли, да Ну тут все-таки с сельским хозяйством Тут не все так просто Тут следует помнить, что мы же вступили Все-таки где-то как-то в ВТО В некую, да Да, и все-таки начали давить наших свиноводов Наших свиней То есть надо вообще, вот, с ценами И где-то как-то по некоторым группам Все-таки идет снижение Идет снижение цен То есть по крайней мере по свинине Правда я так думаю, что до потребителя Это особо не долетает К сожалению, к сожалению Кстати вот Сереж предложил сравнение с Бразилией Насколько оно корректно на твой взгляд? Как ты думаешь? Ну мы все-таки в Брике Вот, как золушка, самая такая, как сиротка Вот, но в принципе у нас экономика Из вот этой группы И именно из Брика Все-таки мы, мне кажется, ближе всего именно К Бразилии Вот Правда там не нефть Но там зато сельскохозяйственный Так сказать, экспорт Является Основой Да, с новой Вот Ну в принципе, да Довольно хорошее сравнение Вот Такое же разгильдяйство Вот То есть по ментально Очень, да По менталитету Очень похоже Хорошо, вернемся К текущей монетарной политике Итак Есть инфляционные риски Они очевидны Да, и даже С каких сторон Понятно Есть замедление экономики И тем не менее Сережа, еще раз Да, я напомню твои слова Что в июне Все-таки мы не ждем Понижение процентной ставки Не ждем, потому что Есть риски второго полугодия И делать такой прощальный подарок Сергей Игнатьев до этого Был не очень добр к рынку Не делал то, что он хотел Не Скажем, не исполнял заявки Многочисленные По понижению ставок И сейчас На заре уже Скажем Работа в банке России Делать такой именно Вот необдуманный подарок Потому что это будет Только таким образом выглядеть Я на его месте бы не стал На закате бы я сказал Ну на закате На расцвете На закате Ну по крайней мере На какой-то итоговой черте А этот подарок кому будет Если это случится? Если бы он снизил Да, процентную ставку Этот подарок кому? Экономике Фондовому рынку Естественно За счет налогоплательщиков Конечно В сущности тоже экономики В большей степени Наверное Вот той толпе Которая требовала Понижения ставки Потому что Снижение на 0,25 Я считаю Что не будет Большим стимулом Ни для экономики Ни для фондового рынка То есть если снижать То более серьезно уже Но более серьезно не получится Так что в принципе Разговор ни о чем Наверное Не, ну сама ставка Банально Банально как бы Говорить что сама Конечно ставка Финансирования Ничего не решает Там ключевой вопрос Это вот Самые действующие ставки А в первую очередь Это конечно Ставка По которой предоставляется Ликвидность Наибольшем объеме банк То есть ставка Репо Вот А с этой ставкой Она сейчас 5,5 Ну минимальный Да Порог Вот С этой ставкой Как бы Центральный банк Видимо Вот повторяю В июне Не распростится Вот это Вот это основной момент Вот Ну и кстати На самом деле Можно еще ведь Какую тему поднять Вот сам инструмент Снабжение Ликвидностью Банков Именно через механизм Репо Как ни странно Оказывается Дополнительным фактором Для Сохранения Дефицита Ликвидности Вот это Парадоксально То есть Именно то Тот прибор С помощью которого Мы наливаем Воду В банковский сектор Ликвидность Именно Именно вот Сам этот механизм На самом деле И создает Проблема Ну скажем так Является одним из факторов Потому И это очень просто Объясняется Во-первых Отметим Одно очень интересное обстоятельство Казалось бы Кризиса ликвидности Нет Казалось бы И кризиса нет В России Отнюдь Хотя там говорят О рецессии Но рецессии пока тоже нет Есть стагнация А у нас До сих пор Экстренный механизм Снабжения Экономики Ликвидностью А именно Механизм Репо Да Прямо С помощью которого ЦБ снабжает Ликвидностью Банки Остается Работающим На полную мощь Ну вы видите Какие там задолженность Банков около Двух триллионов рублей Никакого кризиса нет И это удивительно Парадокс Да Сейчас мы еще раз Прервемся Новости на Финам.фм А потом продолжим Продолжим беседу Итак друзья Мы продолжим Сейчас буквально Продолжим наш эфир Я напоминаю Сухой остаток На Финам.фм В студии Сергей Аллен Аналитик Сонной группы Нордкапитал И Максим Осадчий Начальник Аналитического Управления Банка БКФ Тема сегодняшней программы Инфляционные риски России Текущая монетарная политика Вот на этом мы Сосредоточились И очень интересно Складывается наша беседа Значит я напомню Уважаемые слышатели Присоединяйтесь Если у вас есть желание И возможности Звоните в студию 651099.6 Код Москвы 495 И сайт Компании Финам.фм Все это вы можете Использовать Для того чтобы Задать свой вопрос Моим сегодняшним гостям Вопросы есть Ну по крайней мере В интернете Потом мы чуть позже К ним перейдем Максим Давай продолжим Итак Вот это вот Непонятная Парадоксальная ситуация Когда Центральный банк Российской Федерации Ну я так понимаю Не классически Каким-то образом Ну да то есть Оказывается что Тот метод С помощью которого ЦБ вливает ликвидность В общем-то Оказывается порочен И он Способствует Дефициту ликвидности И вот почему Он Центральный банк Использует механизм РИПО То есть он Предоставляет Фактически Ликвидность банкам Кредитуют банки Под залог ОФЗ Ну и других Ценных бумаг Даже и акций Как ни странно Вот Причем Даже под залог Облигаций Таких банков Ну вот Например Как вообще Необычайно Высоконадежный Банк ТКС Олега Тинькова Просто Скала Скала Вот То есть это тоже Инструмент РИПО Для Центрального банка Да Принимает Ну там дисконт Разный То есть там будет Дисконт Там Гораздо больше Там не 5% А например Там не знаю 30% Но тем не менее Тем не менее Смотрите Какая ситуация Доходность По дальнему ФЗ Какая у нас Мы уже упоминали 75-76 Под какую Ставку ЦБ Кредитуют банки 5,5 Ну 5,6 Куда деваются Эти 2% Ну всем нужно Заработать Всем нужно Заработать Но извините При объеме В 2 триллиона В 2 триллиона Рублей Вот это Всем нужно Заработать Вот эти А под всем Подружаются банки Я так понимаю Прежде всего Коммерческие Получается Что коммерческие Банки Имеют вот эти 2% С 2 триллионов За что Зачем Кредитовать Реальный сектор Экономии Совершенно верно Им абсолютно Не нужно То есть Вместо того Чтобы действительно Держать Так сказать Использовать Эту схему Как инструмент Получения Ликвидности Они используют Эту схему Для получения Прибыли И естественно Более того Получаемые Деньги Они Используют Не для Там Как бы Своих Как бы Ну скажем так Естественно Банковских Нужб Именно Как кредиторов Реального Сектора Они используют Их для того Чтобы еще Подкупить Бумажек Я люблю Приводить Пример Швейцарского Банка Кредит Свис У которого Доля Средств Центрального Банка В пассивах Ну то есть Именно вот Полученных По Репо Около 50% То есть Получается Что наш Центральный Банк Кредиту Более Снабжает Ликвидностью Швейцарский Банк Спасает Можно сказать От Криса Ликвидности Ну вот Смотри Понятно Что Очевидно Что это Дикое Странное Такое Это просто Дикая Ситуация Дикая Ситуация Люди Взрослые Сереж Там Во главе Центрального Банка Люди Взрослые Умные Понимают Наверняка Что происходит Боюсь Что нет Боюсь Что нет Я думаю Что Элья Набюлина Когда Придет Она Все Таки Эту Странную Ситуацию Разрулит Да У нас Еще своя Действительная Все таки Если смотреть На Куе Программы То там Тоже До реального В секторе Экономики Мало что Доходит По другим Причинам Правда Видимо Ну да Но Еестрежерис Это естественно Не российское ФЗ Гораздо Более Надежные Бумаги Ну Там Все таки В значительной Части идет Например Через Могич Бэк Секюритис Ну Ипотечные Ценные Грубо Бумаги Вот Ну Все таки Эти бумаги Выпускаются Не под Что то А под Реальную Недвижку То есть Все таки Что то доходит Скажем так Что то за ними есть Что то за ними есть Так хорошо Правильно ли я понял Исходя из того О чем О чем вы сегодня говорили Что вы озвучили в этой студии Что с приходом Хотя Наверное по большому счету Формальность уже Да Госпожа Намиулина Она уже Главой Центрального банка Будет 26 числа Так вот С приходом Значит Нового главы Центрального банка Действительно Монетарная политика В России Изменится Каким то образом Сережа Ну в плане смягчения Ну не в плане смягчения Мы говорили Да Это бессмысленно Этого пока ждать Ну в принципе Не очень бессмысленно Потому что Была такая целая Предвыборная гонка Как раз вот и Сергея Глазева Туда включали Чтобы показать Что есть Скажем Разные точки зрения Крайние кандидаты С радикальной позиции У Эльвиры Набиулиной Она либеральная Умеренно либеральная Это конечно хорошо Потому что она А если можно Вот более Более конкретными Да что ли Терминами Вот есть Радикальная Позиция Что она В себя включает Есть Умеренно либеральная Она что в себя включает Ну радикальная Позиция Это ставки Не знаю Снизим в два раза Ну не в два раза Взять и поделить Ну примерно так Да Как у Сергея Глазева У Эльвиры Набиулиной Она уже давала понятие Как раз были Многочисленные пресс-конференции Что Будет поддерживаться целей По таргетированию инфляции Что инфляция В 3-4 процента Это Скажем Реальность Это нереальность Но к этому нужно стремиться Ну я имею в виду Что значит Ну поглазеваю Честно говоря Я не помню таких заявлений Что надо снизить ставки В два раза Вот просто не помню Я читал его доклад Знаменитый Который он писал Почему-то С Сенатором Фетисовым Из Мойбанка Хорошее такое название Мойбанк Мойбанк Ну это видимо Банк сенатора Фетисова Нет Нет Мойбанка Сенатор Фетисова Из Мойбанка Ну глагол мыть А Мойбанк Да Мойбанк Из Мойбанка Вот Ну не знаю Может быть он имел ввиду И другое Но вот я почему-то думаю Что Да Но вот Несмотря на Столь профессионального Казалось бы Соавтора Вот Идея Почему-то У господина Глазева Там содержится В общем-то Ключевая Не в снижении Процентных ставок Ключевая идея Именно в том Чтобы Скажем так День Которые Направляются Сейчас В иностранные активы В качестве подушки Направлять В российскую экономику Вот ключевая идея Вот Эта идея Скорее Там Дерипаски Еще Кого-то О том Что надо Снижать Процентные Ставки А Да Действительно Набиулина Как бы То что я Слышал Это действительно Взвешенная Разумная Политика Необходимо Значит Придерживаться Таргетирование Инфляции Вот Ну в принципе Я думаю Что При ней Сохранится Фактическая Триада Триада Первая Как бы Конституционная Функция Центрального Банка Это Стабилизация Рубля С которой Центральный банк Ну как Не очень хорошо Честно говоря Мне кажется Справляется Вот Особенно Если вспомнить Скажем Девятый год Помните Да Как там До 36 рублей Скакнуло Рубль Вот Точнее Доллар Вспомним Совсем Недавний Эпизод Тоже Мощный На греческом Огне Поджарился Рубль Хорошенько Вот Вторая Вторая Как бы Функция Это Таргетирование Инфляции Вот В этой Триаде И третья Функция Которую Пытаются Ему Засунуть И от Которую Он пока Усердно Отбивается Но Вот Думаю Что Приндобиулина Эта функция Все-таки Войдет В эту Ряду Окончательно И даже Может быть Будет Задокументирована На законодательном Уровне Это Поддержание Ну Скажем так Способствование Экономическому Росту То есть Вот Тройка Первая Стабилизация Рубля Вторая Это Таргетирование Инфляции Третья Это Способствование Росту Вот смотрите Если говорить О способствовании Росту И сравнивать С ведущими Мировыми Центральными Банками Такой задачи Такого Мандата У Центрального Банка Нет Пока нет Да Сергей Пока нет Ну это Было бы неправильно Тогда нужно Я считаю Упразднить Минэкономразвитие Совершенно верно На корню Потому что Критика В адрес Банка России Но сама Набиулина Понимает То что К счастью Она понимает То что Нужно как раз Стремиться Снижать инфляцию Поскольку Банки Какая бы ни была Стоимость заимствования Все равно Эту инфляцию заложат Чтобы еще и заработать Помимо этого Ну Все таки Все таки Я считаю Что вот Должна быть Эта триада Но Именно как бы вот Как бы вот В таком виде Приоритетов То есть Самый высший приоритет Стабилизация рубля Ниже инфляция И еще ниже рост Для центрального банка Но и Нулевой вес Для центрального банка В экономическом росте Когда он вообще Абсолютно Для него рост Абсолютно просто Не существует Не имеет значения Это тоже Это тоже неправильно Вспомним Что для ФРС Правда у него ситуация Где-то немножко проще Из-за того что Он печатает По существу Золото Вот В отличие от Наш центральный банк Который печатает Дерево Вот Так вот Значит ФРС По существу С помощью Своей ключевой ставки Да Он Управляет Как раз У него очень Вот в этом Гибкая Гибкая Простая задача То есть Он как раз Ведет между Цилой И Харибдой Да То есть Он выбирает Между инфляцией И ростом А у нас Это невозможно Вот В таком простом виде Из-за того что У нас есть Вот это Третья первая переменная То есть Курс рубля К сожалению И мы не в состоянии Вот Так просто Вот Эти три задачи Увязать Через одну ставку Это невозможно Там нужно сложнее Механизмы А кстати В этом случае Может быть Если мы сравним С Федрезервом Хотя это Наверное Не очень корректно Упразднить Вот эту Глобальную задачу Поддержание Курса рубля Нет Ни в коем случае Нет Дело в том Что именно Сравнение Как раз С Федрезервом И хорошо Федрезерв Печатает Резервную валюту Мировую Золото А мы печатаем Неизвестно что То есть Мы печатаем валюту Которая необходима Нам В локальном пространстве Если мы устраняем Функцию по стабилизации То просто начинается Вестопляз И тогда И тогда Значит На активы Номинированные В рублях Там добавляется Мощнейший валютный риск И снижается Стоимость активов И в частности Это ведет И к Росту ставок Но несмотря на это Мы ее все таки Упраздняем Поскольку В 15 году Валютный коридор Мы отменяем Не мы точнее Банк России Да И Это уже на законодательном уровне Так принято решение Потому что сейчас мы говорим Сначала Ну если там Так сказать Всю историю развития Да Вот этого процесса Сначала это была Жесткая привязанность Да Потом это валютный коридор Потом это Нет Отмена Значит Отмечу Все позволю Не согласиться Не согласиться Коллега На конституцию Еще никто Не посягал Я не слышал Чтобы из конституции Изъяли Вы наверное знаете Да Что там В конституции Есть просто Что записано Так сказать Черным по белому Что Центральный банк Да Что Поддержание Стабильности Рубля Является Задачей Центрального банка И были другие задачи Не по инфляции Не по росту Ну я хотел бы Дополнить Да Поскольку Были оглашены Планы Я помню На высшем уровне То что К 15-му году Как раз Именно валютный коридор Бивалютный корзина Будет отменена Точнее Именно валютный коридор И непосредственно Но за собой Банк России Оставляет право Проводить свои интервенции Валютные интервенции То есть Может быть Какой-то другой механизм Будет Просто Существующий механизм Ну Немножко неэффективен Как показывает практика То есть Центральный банк Все равно Он Скажем так Его функция В отношении валюты Не должна Состоять Ни в искусственном Укреплении Рубля Ну Этого В общем-то Никто В разумном состоянии Не просит Да Но и В разумном И в ослаблении В искусственном ослаблении Что многие Заинтересованы Очень сильно Заинтересованы Экспортеры Я понял Спасибо Друзья мои Спасибо Еще раз Привемся новости На Финам ФМ И потом продолжим Нашу беседу Итак Друзья мои Простите Итак Друзья мои Продолжаем наш эфир Последняя его часть 12 минуточек У нас осталось Напомню Сухой остаток В эфире Финам ФМ И мы обсуждаем Текущую монетарную политику Центрального банка Российской Федерации В гостях Сергей Алин Аналитик Конституционной группы Норд Капитал И Максим Асачий Начальник Андрического управления Банка БКФ Ну и вопросы Давайте Один из них Как минимум Я сейчас прочту Владимир пишет Сегодня Даренко В эфире Русской службы новостей Заявил Что рубль Переоценен И правительство Тратит колоссальные суммы На поддержание его курса И что 50 рублей Не за горами Дальше следует вопрос Это Даренко Говорит намеренно Сам будучи игроком На этом рынке Или же так оно и есть На самом деле Тереж Ну насчет того Зачем это говорит Даренко Стать Ну да Это Мы не знаем Мы не знаем Но Никаких колоссальных затратах Со стороны Банка России Речь не идет Поскольку Валютные интервенции Они по большой части Миф На тех уровнях Кардина На которых она сейчас находится То есть Сейчас интервенции В день Это порядка 70 миллионов долларов Это капли В валютном море То есть в принципе Ни о чем Скажем И Банк России Начинает проводить Более-менее Ощутимые интервенции Это 500 где-то Миллионов долларов В том случае Когда стоимость корзины К верхней границе Подходит Допустим Ну понятно То есть он Каким-то образом удерживает Ну вот 50 рублей Какая-то цифра Странная Ну мы Помним тоже Как раз Около года назад Как раз рубль тоже В районе 33 рублей Уносили И тогда Говорили Что якобы На банковском форуме Сказали Что рубль будет стоить Тоже 45 Интересно выглядеть Потому что Гладиолус Ну да Ну Насчет Ну правда Есть Как бы Некоторые Инструменты Которые Ну позволяют Где-то как-то Так вот Относительно Ну скажем так Объективно Оценивать Там Недооцененность То или иной валюты Или наоборот Ее переоцененность Ну Это и про гамбургер сейчас Ну естественно Индекс Бикмак Индекс Бикмак Насколько я помню Он сейчас где-то Находится на уровне 20 рублей За доллар То есть В текущем состоянии Рубль Все-таки Ну скажем так Вот Если смотреть С точки зрения Бутерброда Он Недооценен А вовсе Не переоценен Как говорит Господин Доренко Ну и Просто посмотрим Объективно На картинку Вот Что определяет Недооцененность Или переоцененность Валюты Да Если Очень идет Мощный Приток Ну вот скажем Как у нас Нефтедолларов То есть Когда очень Большой Профицит Текущего счета Вот То в этом Случае А валюта Достаточно Стабильно Держится Достаточно Стабильно То ну Скорее всего Следует Вывод Что она Недооценена Скорее всего Недооценена Потому что Это Значит Ну в силу того Что капитальные потоки Обычно Все-таки Достаточно Волатильны Да В этом случае Это скорее всего Означает Что центральный банк Искусственно Пытается Валюту Ослабить Ну и Ослабление Ведет к ее Недооценке И именно Эту ситуацию Мы и наблюдали Долгое время В России Причем Ослабить не Стратегически А чтобы Вот эту Волатильность Немножко Нет В данном случае Именно Ну Вплоть до Скажем так Достаточно Недавнего Времени Это была Стратегическая Задача По поддержке По существу Экспортеров Ну то есть Кто у нас Экспортер Нефтяне То есть Нефтегазовое Лобби По существу Было Заинтересовано В искусственном Ослаблении Рубля Вот И Тем не менее Мы видели Ну вот до Восьмого года Например Характерная Картинка Рубль Все время Укреплялся Он же Укреплял Вот И как раз В силу Вот этого Огромного Профицита Текущего счета Да Если вспомнить Там цифра была Да приличная До 23 До 23 До 23 Доходило Да И более того Ведь картинка На самом деле У нас В спокойные времена Хорошие такие Спокойные времена У нас абсолютно Однозначно То есть Рубль Идет Идет Медленно вниз Ну в смысле Идет вверх Ну то есть Укрепляется Да укрепляется Но вот доллар Идет вниз Вот Потом Что-то случается Да Какая-то турбулентность И он резко Вот то что он Годами копил Уходит там Куда-нибудь 36 Как в девятом году И опять Начинает Медленно Медленно Укрепляться И опять До следующего Так сказать Разочарования Да Вот если на картинку Посмотреть Под названием График Я сейчас У меня есть такая возможность Так это и выглядит Долго 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 Укрепляется Потом резко Там Пиво Я понял Ну что касается Вопроса Тем не менее Если позволите Я так сказать Подкорректирую Подрезюмирую Да Значит Ну вот Я надеюсь Наш слушатель Владимир Понял О чем идет Речь То есть То что он Слушал В частности На РСН Видимо Объективным Предсказанием Или предположением Не является Ну я бы рекомендовал Слушать Финам ФМ Потому что здесь Как правило За свои слова Отвечаю Еще хазина Надо не слушать У этого другое Что доллар Должен непременно Развалиться И исчезнуть И исчезнуть С лица земли Да Ну некоторое время назад Да я помню Мы очень часто Слушали подобные заявления Что доллар Это уже Да Изживает из себя Надо поменять Резервную валюту А еще евро Еще евро Там были две идеи Первая идея Это то что Все евро Рухнет Вторая идея Была паритет Вот Где Обрушение евро И где паритет Ну в таких случаях Я думаю Люди Которые дают Подробные предсказания Всегда Безответственно Нет нет Они имеют возможность Еще на время Попинять Подождите Еще Все будет Нет ну В конечном итоге Все таки будет И доллар рухнет Когда нибудь Ну безусловно Да Доживем Если мы до этого Время Кстати Все таки Вернемся к разговору О ситуации в рубле Ну в паре доллар рубль По крайней мере Я прокомментирую Что происходило Последние несколько дней Доллар Такий Укрупился Против рубля Рубль упал Соответственно Выше Отметки 32 Случилось это Вчера Да Прокол Такой был 32 10 И сейчас Сегодня По крайней мере Да Он открывается Вновь ниже Этой отметки 31 90 И вот сейчас Я бы сказал Примерно на этом уровне Вот весь день И торгуется Сережа Как ты думаешь Ближайшие перспективы Его какие Как раз Очень удачно Наш сегодняшний разговор По процентной ставке Как бы там ни было Все равно Будет Довольно таки много Разговоров На тему Смену руководства Банка России К концу месяца И как раз Рубль может испытать Такие вот спекулятивные атаки На том что он потеряет Часть поддержки От процентных ставок То есть такой Наиболее Выраженный фактор Ближайший Как мы помним Вот на Кстати когда Извини пожалуйста Чтобы уточнить Для слушателей Когда теряем Поддержку от процентных ставок То соответственно Валюта падает Да Вот это наиболее Такая выраженная идея Ну и плюс нефть У нас Показывает такую Все таки Вялотекущую динамику Постоянно Нас пугает Не так давно Ниже 100 долларов Ненадолго бренд опустилась Сразу откупили В принципе конечно Нефть В последнее время Всегда выкупают Если она опускается Ниже 100 долларов Отметки Но все равно Такой вот именно Стресс присутствует Определенный А рубль Стресс не терпит Ну да Сразу начинает нервничать Вот это 100 долларов За баррель по бренду Это рубеж Это какая-то Серьезная такая Картинка Ниже которой И вообще Ну Катаклизм Лето в общем-то Где-то как-то поможет Потому что Лето начинают Больше ездить На автомобиль Когда в том числе И в Соединенных Штатах Вот И Может быть Может быть Где-то как-то Ну в принципе Вот 100 долларов За баррель Ну если на бренд Мы ориентируемся Это действительно Какой-то такой Стратегический рубеж Ну я думаю Это один из таких Психологических Жестких Так сказать Уровней Вот Где уже Вступают Какие-то такие Другие Защитные механизмы Вот Основной Это момент Вот какой еще Меня вот в этой картинке Волнует И интересует Раньше была Очень активно Активно Разыгрывалась Идея Вот О которой Собственно Мы уже говорили О смягчении О том Что идея Смягчения Политики Нашего Центрального Банка Приведет К Соответственно Снижению Доходности Ценных бумаг Ну АФЗ Например Вот Ну и соответственно Росту их цены И соответственно Много Иностранных Инвесторов Пришло На российский Рынок С За доходностью Да За доходностью Но Их вот Только что Очень хорошо Стукнули По носу На валютном Риске То есть Все что они Накопили Да И причем Идея еще была такая Не надо хеджироваться Ну смотрите Как хорош Как хороший Крепок Последнее время Рубль И вот И все И все Накопленное Тяжким трудом Рухнуло В один момент То есть Какое-то время Ну вот Приток Иностранных денег На ОФЗ Мне кажется Может Прекратиться Ну если не прекратиться А кстати Сережа Наблюдается такая тенденция Сейчас Иностранцы на ОФЗ идут Там не сразу Щелкнули Понус И убежали После майских праздников ОФЗ Неделя от недели Как раз Стали сдавать позиции В принципе Было понятно Что лучше выходить Из бумаг Что и спроса На аукционах Не было совсем Нерезиденты Могут прийти Когда вернется Именно тема Скорого Такое вот Массированное обсуждение Что нужно снижать ставки Вот давайте Предпосылки появились Инфляция снижается Тогда нерезиденты Могут вернуться Но пока Других идей нет Но рубль Видите Они могут вернуться То на одной Какой еще важной идее Что рубль стабилен А если мы уходим От стабилизации рубля То Ну и что Что они там получат Эти 7,5 процентов А на валюте Сколько они потеряют Ну им интересна Не доходность А именно Переоценка Собственно Ценовая Что там Если длинные 15 летние бумаги То там можно Скажем Очень хорошо Заработать Очень хорошо заработать Цель то в этом А не в доходности Доходность никого Не интересует Нет Ну с этим С этим я конечно Соглашусь Соглашусь Так друзья Хорошо Спасибо Спасибо вам огромное Очень интересная беседа У нас сегодня Получилась Я еще раз напомню В студии Сухого остатка Сергей Алина Аналитик Конституционной группы Нордкапитал И Максим Асачий Начальный контрольческого управления Банка БКФ Мы обсудили сегодня Достаточно подробно Монетарную политику Центрального банка Российской Федерации Уважаемые слушатели Спасибо за внимание Всего хорошего Успехов на рынке